В древние времена, когда народ шел против Бога, забывал Бога, делали неугодное, перед Его лицом небо становилось как медь. Оно было непробиваемым. И получалось, о чем они просили, не достигало небес. Не было результатов, не было дождя благословения. Окна и двери были закрыты. Небесные окна и небесные двери, небесные порталы, лестницы, по которым ангелы спускаются, поднимаются. Все это было заблокировано. Небо было как медь. Но благодаря Господу Иисусу Христу, Который пришел и убрал эту преграду между человечеством и Богом, и мы, кто уверовали в Него, мы получили эту честь быть в завете с Богом, и преграда убрана. Небо открыто. Это значит, на нашу жизнь теперь дождь благословения льется. И окна открыты, и двери открыты, и порталы открыты. И лестницы, по которым ангелы спускаются и поднимаются, они во всех местах, где Дом Божий, где поклоняются, где молятся Богу. Поэтому мы с вами на месте чудес. Я не устану это повторять, не устану напоминать это, потому что есть места, где ты быстрее всего получишь чудо. И в этих местах нужно быть очень внимательным, смотреть очень пристально, слушать очень-очень, знаете, чтобы ничего не пропустить. Каждое слово. Потому что давайте помолимся прямо сейчас, чтобы здесь совершались дела Божьи, что Бог запланировал. Он всегда что-то планирует, потому что Он знает, кто здесь будет. Он знает, кто сюда приедет. Он знает, когда кто зайдет в этот зал и когда кто уйдет. И в связи с этим Он планирует определенные действия. Потому что у Бога ничего не делается бесцельно. И зная все это, Бог планирует, Он упаковывает каждое служение по полочкам, чтобы все происходило от того момента, как мы зашли в здание, вышли, чтобы все было по полочкам нужному человеку дано то, что ему очень важно на сегодня принять. Поэтому закройте глаза и попросите. Господь, я верю, что Ты приготовил для меня хорошее на этот день. Я благодарю Тебя за эту воду жизни. Я благодарю Тебя за это полное исцеление, за полную свободу, за финансовый успех, за успех в служении, за освежение помазания, за укрепление меня физически. Я благодарю Тебя за все то доброе, что у Тебя есть для Твоих детей. И мы здесь, я здесь, чтобы принимать из Твоих любящих рук все то, что Ты приготовил. Я не хочу ничего пропустить. Сделай меня чувствительным, сделай меня видящим, слышащим, чувствующим, понимающим, принимающим, хватающим, удерживающим, победителем. О, во имя Иисуса Христа! И мы благодарим Тебя, что Ты присутствуешь здесь, среди нас, Духом Святым. Слава Тебе, Господь Всемогущий! Слава Тебе! Если вам несложно, протяните к кому-то руку. А если вы нас смотрите, то просто на себя возложите руку. Протяните к кому-то руку и попросите, как за себя. Вот что бы вы себе желали? Господи, коснись сегодня этого человека. Коснись особенным образом. Пусть будет встреча с Тобой. Пусть будет этот энкаунтер с Твоей силой, с Твоей славой, чтобы что-то дивное, что-то удивительное произошло в жизни этого человека. Я благословляю Тебя, брат мой, сестра. Благословляю. Пусть у тебя произойдет эта встреча с силой Божьей, с славой Божьей. Пусть исцеление Божье проявится в Тебе от макушки головы до кончика пальцев в ног. Чтобы ты был живым свидетелем. То, что Бог жив. То, что Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. То, что Дух Святой движется. И мы живем во время пробуждения. Это не просто время тьмы, но это время света. Когда Его Церковь будет сиять во тьме. И ты будешь сиять во тьме. Зажги, Господь, огнем Святого Духа моего брата, мою сестру, меня. Зажги огнем Святого Духа. Чтобы я горел, как большой пламень. Как большой огонь. Поедающий. О, Господь всемогущий. Мы благодарим Тебя, что во времена тьмы свет сияет. И тьма не может объять этот свет. Свет рассеивает тьму. Мы люди, которые рассеивают тьму. Благодаря Церкви тьма сегодня не может сделать то, что она хочет сделать. И не смотрите, друзья, как много сделала тьма. Мы с вами помешали многому. И многое не сделала тьма. Потому что мы с вами помеха. Мы с вами проблема для этого мира. Ты большая проблема для этого мира. Если в тебе живет Бог. Если в тебе Дух Святой. Если на тебе сила Божья. Ты большая проблема для дьявола. Ты большая проблема для демонов. Поэтому знай свои права. Знай, кто ты. Знай, кто ты. Знай, кто ты в эти дни. Мы с вами не жертвы войны. Мы с вами на духовной войне. Где победители. Где мы выходим не состязаться, а побеждать. Поэтому болезни уходят по-прежнему. Демоны уходят по-прежнему. Потому что наша война выиграна Господом Иисусом Христом. Аминь. Иисус Царь. Аллилуйя. Иисус наша глава. Он Царь. Над всеми. Потому мы с вами над всеми. Не чтобы главенствовать. Мы над тьмой. Чтобы рассеивать ее. Рассекать. Разделять эту тьму. Поэтому Бог не просто не закончил еще с нами. Когда Бог закончит с нами, Он заберет нас. У Бога еще много планов. И тьма наступает, говорит, ну все, мы сделаем все, что мы хотим. Ага. Сейчас. Церковь серьезное противостояние для тьмы. Потому у них не получается сделать все, что они хотят. Потому у них путаются планы. Потому у них так гладко все не происходит. Все, что они планируют. По истреблению людей и так далее, и так далее. Слава Богу, скажите кому-то. Мы огонь Божий на земле. Мы носители Божьего огня. Мы и есть этот огонь Божий. Аллилуйя. Знаете, даже ученики не знали, кто такой Иисус. А демоны кричали. Мы знаем тебя, кто ты. Ты сын Божий. Духовный мир знает, кто есть огонь. Аллилуйя. Давайте еще дадим Господу большую славу. Аллилуйя.